И снова доброго времени суток, дорогие телезрители. С вами Слимка, с вами АGHLTV. И последняя, пятая, завершающая карта на сегодня у нас Nation Cup. Карта таки Bootcamp, я угадал. Фуууу. И... и что? Ну и посмотрим, подтвердятся ли мои прогнозы. Как я уже сказал, мое мнение, то, что скандинамам будет проще играть буткэмп, это их карта со времен, я не знаю, всегда это была их карта, в принципе, и лучше всего они играли именно на ней, так же, как и страны Америки и так далее. Ну, пока что 2-2, вот смотрю я за Кука, и он, хотя нет, давайте за Шаду смотреть, он вообще должен быть очень крутой, Кука, тем временем, кстати, получает, но тут кто-то кружит над ним с Гауссом, вообще жесть, он тут ворачивается, пытается, но это вордспаун был, переключаемся мы именно на него. 4-2 уже рулят болгары, а мне тут начинают спамить... Да, Кроубар проснулся, я его просил спамить по поводу моего стрима, вот он только проснулся, то, что это нужно сделать, написал мне же самому. 5-2, 5-2, рулят болгары, любят, рулит именно урлспаун, только что простреливает чувака, а нет, мне показалось, что он простреливает на низ, был бы вообще шикарный момент, но прострелил он там рядышком всего на 9МР, ну, неважно, всё очень круто, всё жесть, короче. Спрашивают, сколько народ смотрит, ну, в принципе, вы можете это посмотреть внизу, там, вообще сегодня было 45 человек смотрел, а сейчас смотрят на, если я не ошибаюсь, там, 35-36. Ну, конечно, это не та аудитория, которой хотелось бы, но, тем не менее, я надеюсь, что с регулярным стримом по пятницам, там, может быть, по воскресеньям, народ будет подтягиваться всё больше и больше, так как они будут знать, что стабильно на выходных стримы есть, там, ну, или, там, анонсы будут читать на видеоюзе. 10-4, World Spawn продолжает нас радовать, сделан только что безумные два выстрела и убил с гауссом, с арбалетом своего энеми, вот, видите, он опять энеми, который вообще, на самом деле, беспомощность, 35-7, его нужно убивать, да, вот, видно, что World Spawn немножко, что ли, нервничает, ну, блин, для меня это вообще нежданчик, что болгары вот с таким громадным счётом рулят, сейчас, это очень, конечно, жесть такая, нереальная, я бы сказал. Ой-ой-ой, World Spawn, ну, прострел, ай-яй-яй, промахнулся, он всё равно может забить, боже, куча ошибок сейчас надел World Spawn после своего неимоверного попадания, и ещё один фраг убивает он сейчас, его оппонента с арбалета, ой, капец, 7-0 идёт World Spawn, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот и всё, и Shadow делает просто жесть, убивает он World Spawn, ну, нафейлил, нафейлил. Всё-таки он, переключаемся мы вот на Shadow, я придумал, что будут переключаться на тех игроков, которые убивают, те, за кем я следил, как бы, ну, типа, автодирект, только что-то немного другое, конечно, посложнее, но, тем не менее. 17 на 11 по-прежнему лидируют болгары, но не факт, что это надолго. То есть, всё держалось, в принципе, сейчас на World Spawn и на Ghost Rider, в принципе, и держится сейчас ещё, вот Falcon тоже там помогает, но, это всего лишь начало игры, прошло всего 4 минуты. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вы это видели? Охренеть, как же он завернул ракету. И ещё попадает с сынами, его пытался смотык запилить. Ооо, вот это бы, конечно, хотелось ставить в какой-то мувик, просто борода. Ну, такой фражило поставил только что Ghost Rider. Еще делает фраг он с арбалета, а с фазума убил он шадоу. Вообще, ой-ой-ой-ой, фейл. Шадоу все-таки убивает его, и, по-моему, только что еще раз убил. Ну какой же все-таки Рокет только что был шикарный от гострайдера. Ну так, он завернул его просто по жести. И шадоу сейчас умрет, наверное. Нет, попадает он тычку, попадает в него, но этим все заканчивается. Видимо, Кука там помог. Дикинг что-то там. Угу! Вот это только что было попадение от шадоу. Очень жаль, что он не убил. Такой бы фраг, конечно, был нереальный. Ай-яй-яй, тут его мухами пытаются запилить, у него всего 34 хп. 10 остается, еще мухами стреляет, он убегает. И все-таки убежал, перезаряжает. Есть патрон, но тут уже все. Родспаун его убивает. 100 на 60, кстати говоря. Огромный стек, есть арбалет, есть гаусс уже. И очень много патронов. Но в центре тут 3 чувака убивают, он одного убегает. Мог, кстати, убить второго сразу. Но правильно он сделал, что убежал. Убивает еще шадоу, который был с пылесосом. И побежит сейчас. На центре убивает третьего, да, так он и делает. И это хэдшот. И даже четвертый здесь рядом есть. Сейчас нужно... Его застреливает, простреливает. Вся точка ворлдспаун. Ему пофиг на патроны. В принципе, он знает, что где-то энеми здесь рядом. И находит энеми. Увернулся, он от ракеты. И, блин, не попадает. Ай-яй-яй, ворлдспаун. Ну, опять, вот все держится на ворлдспауне. Хорош. Муки ему сейчас... Майки, точнее, ему помог. Отжирает стек ворлдспаун. Шикарные моменты. Блин, болгары очень радуются сейчас на... Что ж ты делаешь? Зачем второй раз? Фух, повезло. Очень классными моментами радуют нас сейчас болгары. И очень удивительно то, что они... То, что они действительно вот так вот хорошо играют сейчас на карте его Bootcamp против скандинавов. К сожалению, убивает сейчас скрим все-таки ворлдспауна, пока королил его. Все в его руках, в принципе, сейчас продолжить. Дальше убивать своих тиммей... Своих оппонентов. Да, делать ночью фраг на гострайдере. Достаточно патронов. И стек, в принципе, еще хоть как-то позволяет. Слышит он на прострел. Будет сейчас хэв простреливать. Ну, нет, нет. Не получилось, конечно. Восстанавливает сейчас практически счет для себя скандинавов. В 29-24. Цэкомбэчили они серьезно, конечно. И хорошее место сейчас занял скрим. Ммм, правтыкал. Мог только что убить типочка. Ну, 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 где? Еее, подконтролил он такие ордспауна. Опыт, опыт дает себе знать. Услышал он чуть раньше. Но нужно сейчас быть осторожным. В баррелсах... Нет, все-таки свои. Можно во вторую баррельку пойти. Ну, не хочет, не хочет сейчас скрим. Опасается того, что кто-то подойдет другой с гауссом чужой и застрелит. Идет он в секреточку. После чего пойдет, естественно, наверное, в курт. Да, стэк сейчас замечательный. ХП очень много. Все равно они проигрывают сейчас на 6 фрагов болгаров. Капец. Болгары, видимо, отошли сейчас на бункер. Ой, на бункер, что-то я говорю. На бридж, на мост. И вот скрим контролит сейчас точку, куда могут вылетать сейчас игроки Болгарии. Они этого, правда, не делают. Поэтому он решает пойти на арморы. И подкоролить их здесь, в филдхаусе. Тут он на 100 фактически есть. Прострел не очень помог. Так, он контролит сейчас точку. Хороший рокет. И нужно быть осторожным. Очень мало всего. Подходит с другой стороны. Ай-яй-яй. Как вот обидно, что не попал. И на самом деле это ошибка его. То есть еще немного крови, но нет. Он делает фраг. И сейчас может еще один фраг он делает. Боже. Скрим только что вот был в такой плохой ситуации, когда у него осталось мало патронов. И там было много игроков. Но он залетел, сделал минус 2. Помог ему шаду. Убивает еще Викинг. И 32 на 31 вырываются вперед сейчас. Игроки команды... Команды сборной Скандинавии. И уже вырывают... Фактически, ну не победу, конечно, но... Преимущество вырывают у своих соперников из Болгарии. 38 на 31 на 7 фрагов вперед. Иду сейчас Скандинавы. То, что я от них ожидал и ранее. 9 фрагов уже преимущество. Капец. Просто вот... Один момент решил все. Вот Скрим, который, казалось бы, сейчас ошибка. И все. И провалилось все. Но нет. Он сделал эти два фрага. И просто жесть. И вот уже... Огромное преимущество для его сборной. Это шикарно. Тролля тут немного на СК-2. Хорошая шутка. Но, к сожалению, не для нас. Викинг там нормально тоже копает. Вот по статье сейчас... Викинг и Скрим, кстати говоря. Да и Кука. В принципе, все скандинавы... По статье возобновились очень хорошо. Пытается убить своего соперника сейчас на бридже Скрим. Ой-ой-ой, как же Майки запилил его. Просто по жести. Ошибки и фейлы допустила сейчас Скрим. Но... Эта ошибка, в принципе, пока что ни на что не повлияла. Тем не менее. Закончились первые 10 минут у нас... Игры. И... Майки делает очередной килл. Еще, еще раз. Кстати, рядом с ним... Ну, блин, допустил он ошибок. И... Вот. Заварл спаун. Он стоит теперь смотреть. Он спас своего тиммейта. К сожалению, у вас спаун. Маленький стэк. Ну, вот, у него есть гаусс, у него есть арбалет. Все, что ему нужно сейчас, конечно же, посидеть. Чуть-чуть подождать. Набрать стэка. И... Все бы замечательно. Вот, появился один армор. А сейчас еще второй. Ну, вот, тут уже нападают на них. И фарспаун решает решительно полететь в сторону РПГ. Кстати, очень хороший хэдшот сейчас он вешает. И... Аккуратненько, тихенько сползает. Так, и там свой. Нет, тут нету стэка в фарспаун. Это очень обидно. Им не решается подниматься он по лестнице. Потому что знает, его сейчас услышат. И все. Ой-ой-ой, как опасно спускается к нему. И в ратспаун опять допускает ошибки. На ровном месте он сбривает себе весь стэк. Идет в секретку. И... Блин, ну как же ты так профигачил-то вот. Вот, 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 вот. Вообще. Вот болгары просто уже слили игру тупо. Ну, конечно, еще много времени. Еще можно закамбейчить. Даже на такой здоровой карте. Ну, блин, так накосячили. Ай-яй-яй. Просто вот... Борода. Сейчас убьют вам спаун, конечно. Может он, конечно, откинуть. Ой, какой хороший прострел от Куки. Кука, ты просто жесть. Странно, что после такого начала болгары все же сдуваются. И... Блин, уже практически 15 фрагов. Такой практически уже. Столько и есть преимущества. Майки убивает шаду. Какие-то придурки все коннектятся на сервер. Есть же стрим. Зачем коннектиться? Не понятно. Ну ладно. Да и качество вроде как отличное должно быть. Пытается Кука сейчас откидывать арбалет, который находится возле Хорна. Викинг там тоже аннигилирует. Покажем мы, кстати говоря, Викинг. Вот мне интересно, что он делает. Он сейчас на Бриже пытается воевать с чуваком, который тут трейспился. Это был Фалкон. У него замечательный стэк. У него замечательная позиция. Он вообще лидирующую позицию занимает в своей сборной. И вот делоточной фраг. Все очень спокойно. Практически 20 фрагов преимущества. 20 уже фрагов преимущества скандинавов. Посыпались очень сильно болгары. Это обидно. Конечно, тут ничего особо не скажешь. Но вот Викинг опять летит. Помогает. Там Шадо был. Вставляет вообще Гаус своим тиммейтом. Хотя зря. Очень мало патронов. И идет в наглую на Хорна. Это убивает сейчас чуваков. Он слышит, что здесь есть Гаус. Дурной мув на самом деле. Но все же получается у него под стволкой сбрить еще много ХП. И вот сейчас он сделает фраг. Как мы и ожидали. Очень хорошо он подконтролил Гострайдера. Майндгейм он выиграл. И еще один фраг. Очень мало стэка, конечно, осталось. А, вот и вордспаун. Он все-таки пришел. Пришел наказывать. Хотя у него почти нет стэка. Вот за ним охотится. Спереди еще арбалет. Ой-ой-ой. Как же это опасно. Но Фалкон все-таки его прикрывает. Не попадает Кука с арбалета. Ну, не знаю, ребят. Вот был бы сейчас вордспаун на 100-100 Гаус. Возможно было бы с каким-то прогнозом, что вот потащит, потащит Болгария эту игру. Но очень много сейчас фрагов. И это буткемп. Даже за 6 минут сложно восстановить такое преимущество. Скажем так. Вот еще и Викинг приходит. Печально за Болгаров. То есть, по сути, тут... Да, вот опять вордспаун старается, а все остальные сливают. Особенно Фалкон здесь просто... Просто вообще нет слов. Ой-ой-ой, какому кто-то что-то будет фраг. И фраг не в ту сторону оказался. Убивает его Викинг. Которого 100 на 0 оружие... Впрочем, Гаус есть очень важное оружие. И вот он сейчас будет на курте отжираться. Проблемы небольшие с моментом, но это ненадолго. Шадо делает килл с арбалетом тем временем. У-ху! Как же он переконтролился с чистой муки. Просто ничего не смог делать Болгар, как получил Зюзю. Или В Зюзю. И решается Викинг опять пойти на бридж, там где уже 2 эннами. И вордспаун без проблем ставит ему хатшот. И вот он, вот он момент, который может все порешать. Вордспаун делает минус 1. Вордспаун входит в краш и убивает своего минус 2. Я считаю, общее количество фрагов. Мог только что на краша сделать еще и минус 3 своего. Но тут на бридже его подкаруливает уже кто-то из скандинавов. И очень красным оставляет его вордспаун. Ой, хорошо, что он подлетел. Ой-яй-яй-яй-яй, ну давай еще один. Блин, какой же красный там остался. И как же вообще вордспаун попал. Вот все равно, хоть столько классных моментов, шикарных, все дела. Но это не ключевые моменты, которые заставили бы камбэк. Вот надо было пойти и задавить, тогда бы это помогло команде. А так это получилось просто как, скажем, он свою задницу прикрыл и все. Ой, хорошо зашел вордспаун, но викинг... Викинг, он такой викинг, который поубивал всех и вся. Убивает он еще раз вордспауна. И вот... Нет, ну повезло все-таки сейчас фалкону, который просто с задницы приземлился к викингу, который мог умереть. И, кстати говоря, у него хороший стат. Имеется за стэк. И... Хотелось бы от него ожидать что-то интересного, но он просто мешкается. Не понимает, что происходит. И шадо убивает его тиммейта, который был рядом. И со всех сторон поодиночке с рабалета сейчас просто расстреляют его игроки команды. Команды, опять говорю, Скандинавии, короче говоря. Три минуты остается. Двадцать восемь фрагов преимущественно. Вот. Майки еще с Гауссом. Не знаю, тут, в принципе, кого не включает. Вот Кука, наверное, сейчас самый такой плотный. Ой, как же он прилетел! И получает еще! Ну, сможет ли он убить? А как же он только что получил-то? А, там, на развороте. Вообще шикарно. Викинг убивает фалкона. Гострайдер, гострайдер. Где ты, где ты, мужик? Ты должен копать. Ах, что там, пять хп. И вообще не патронов. Ой, я думал, он разобьется. Уже было бы так смешно. Ну, понятно. Скрим уже холдит. Викинг красный. Ну. Я думаю, что просто, даже если сейчас, как бы, войдут в раж, в кураж, там, полетят убивать болгары. Скандинавы просто-напросто на последних фрагов просто где-то закрысят и этим самым они выиграют игру. Слишком много на отдавали болгары и... Ну, нету шансов. Хоть кто будет говорить, там шансы есть всегда, но, ну, вот, нету просто шансов уже. Вроспавл сделал очередной килл, покосал себя очень сильно. Знает уже его энеми, что он там. Вот, мы видели прострел. Ну, что ж ты? Аккуратно, чай-то он спавн. Как он вообще там еще выжил? Вот, не топчись. Вот, будь потише. Слышит он лжи, слышит, что по лестнице сейчас будет подниматься. Идет он забирать Гауссу энеми, чтобы он не достался. Это очень правильно, но... В то же время он ничего, опять же, полезного... Более полезного, скажем так, не предпринял. И 21 на 30 всего лишь стэк. Смотрите, более за кем. Кто может сделать? Тут Майк, у него очень здоровый стэк. Гострайдер, кстати говоря, сделал уже 2 килла. Остается минута 40. Викенг убивает Фалкона. И что, и что? Они просто сидят на бриже все. А те просто сидят на другой части карты и не парятся. Вроспавл сделал килл. Это распавл, он пытается что-то предпринять, но... Учитывая то, что у него мало хп, он просто попусту умирает. И вот тут сейчас зажали майки. И стэк ему просто не помогает. Бывает она одного. Ну, была подсылка сейчас, билла второго. Кострайдер помогает ему. Ну, блин, слишком много фрагов. Слишком. Что ж, ну... Ну, не будем спешить. Минута, минута еще остается. Минута молчания, как бы я сказал. За командочку, точнее, за сборную Болгарии. Шаду там еще раздает вообще. А, Шаду поменял ник. Я смотрю, УБТ Шаду. Вообще круто. Или я перепутал, у него всегда такой ник был. Всю игру я что-то не заметил. Ну, не важно. Шаду стал УБТ. Ну, поздравляю я все-таки заранее команду Болгарии. Они выигрывали... Ой, Болгария, что я говорю. Команду Скандинавии. Точнее, сборную Скандинавии. Я поздравляю. Ставлю им третью карту сразу. Счет 3-2 становится. Они показали свою силу. Они показали свою силу на буткемпе. То, что я ожидал, что они здесь поимеют всех. Прошу прощения за мой французский. Но Болгарии все-таки показали тоже свою силу.